Микс Ньюс Здравствуйте, это программа Разворот и сегодня его проведу я, Анастасия Смоловская помогая звукорежиссер Евгений Копейн Сегодня две гости у нас в студии и, ну, можно сказать, что я свою неделю с такой приятной очень темы начинаю, мне кажется, очень значимой поговорим мы сегодня о матерях о роли матери в жизни ребенка, о роли ребенка в жизни матери, о счастливой маме в общем, обо всем об этом. Сегодня хотелось бы нам поговорить с двумя нашими гостями волшебными, это руководитель семейного клуба Сабина Бакилина и дошкольный педагог Сабина и психотерапевт Ксения Акилуп Добрый день День матери в конце этой недели, те, кто не помнит, напоминаю, чтобы никто не забыл обязательно, поэтому мы решили приурочить нашу вот сегодняшнюю программу к этой теме и поговорить с человеком, который каждый день встречается с малышами, родителями и, Сабина, ты видишь как это взаимодействие происходит и прогресс тоже наверняка, когда только приходят к тебе и начинают, ты тоже как-то не только с детьми ведь работаешь, но и с родителями тоже, и они тоже требуют какой-то коррекции их поведения в том числе Да, я работаю скорее больше с мамами, чем с малышами, потому что это тот возраст с рождения до трех лет, когда мама находится еще в декретном отпуске это возраст, когда часто происходит родительское выгорание и возможность прийти к нам в школу, на занятия это тоже такая социализация для мамы в том числе и поэтому мне очень нравится изучать эту тему как маме быть счастливой в своем материнстве как научиться наслаждаться я тоже дважды мама и тоже сталкивалась с послеродовой депрессией и с непринятием этой роли и во втором материнстве смогла раскрыться и действительно наслаждаться как я часто смеюсь, что первый ребенок это такое поле для проб и ошибок и нужен второй, как работа над ошибками чтобы понять, чтобы насладиться чтобы понять, что не надо никуда спешить что второй раз уже не будет этой первой улыбки, первых шагов и на любую ситуацию можно взглянуть по-разному очень многое зависит от наших интерпретаций можно печалиться о том, что Боже каждый день одинаковый когда же начнется жизнь а можно этим всем наслаждаться это все зависит от нас Ксения, что Вы скажете как часто к Вам обращаются и как часто Вы видите вот это выгорание и когда родитель не может уже дать ничего своему ребенку не эмоционально и порой даже и физически во-первых, спасибо Вам большое что Вы меня повысили в ранге я не психотерапевт я психолог-сказкотерапевт ну и конечно же, когда приходит мама они обычно приходят уже опустошенные, уставшие говорящие о том, что ребенок это большой тиран я не могу с ним справиться очень редко приходят к психологу для того, чтобы себя как-то поддержать, укрепить а вот уже в таком состоянии когда необходима работа то есть не превенция а уже с последствиями приходится бороться ну вообще, как говорят мудрые люди что материнство это такое великое счастье и величайшая ответственность и вот чем больше я размышляю об этом я думаю, что это такая величайшая ответственность не только по отношению к ребенку но и по отношению маме к самой себе потому что, когда мы растворяемся в ребенке полностью это не идет на пользу ни как ребенку ни как маме и поэтому даже иногда бывает не столько даже несет и не пользу не несет может даже принести вред и поэтому маме так важно заботиться о себе в первую очередь и тогда будет хватать и сил и ресурсы и появится возможность наслаждаться ребенком и не суетиться я напомню, телефон на прямого эфира 672-12-93-9 672-13-93-9 вы можете звонить нам задавать свои вопросы и в ватсап вы можете нам тоже писать 2-3-0-6-1-9-1 но вот вы, Ксения, сказали что насладиться если приходят мамы и говорят ребенок не спит ребенок меня выматывает тут как не меняю отношение свое все равно ты не высыпаешься и все равно тяжело физически как как что сделать? ну смотрите так как я сказкотерапевт и сказкотерапевт это тот человек который работает с мироощущением человека и ведь это такой период когда мы не спим не высыпаемся он уже не вечный это определенное время и любая женщина обладает таким удивительным свойством как терпение а что такое терпение? это когда ты понимаешь что всему свое время и так например как не могут зимой расцвести цветы или например я не могу вынашивать ребенка 4 месяца вот хочу 4 месяца а нужно 9 и так же если например женщина начинает с того что я не справляюсь я устала у меня ничего не получается а меняет свой фокус на другое то таким образом у нее освобождается ресурс потому что это неправда когда женщина говорит у меня нету сил вообще вот я у меня нету помощи то что женщина может дать ребенка это вообще великое чудо это говорит о том что у нас невероятный ресурс но мы можем его заблокировать тем же вот тем же вот мышлением о том что вот все не могу не получается у меня и очень часто бывает так что женщина по каким-то причинам не обращается за помощью особенно когда это маленькие дети кажется ну вот только же я понимаю только же я могу все сама все сама и вообще ведь умные люди говорят и психологи и все что там до 3 лет только мама нужна на самом деле это такое глубокое заблуждение потому что конечно в первые вот в первые 3 года жизни до первого психологического рождения очень важна мама и ребенок в поле мамы то есть все чувства мысли переживания он все вот все вместе с мамой переживает но папа тоже играет очень важную роль потому что папа своей заботой о мать о маме помогает ребенку выстраивать авторитет потому что маленького ребенка с мамой нет авторитета потому что нету дистанции То есть с папой он априори есть. Папа такая фигура загадочная, появляется время от времени. И поэтому, когда папа заботится о маме, бережно к ней относится, он таким образом даёт урок ребёнку, что мама очень ценная, очень важная. И таким образом выстраивает вот эту дистанцию, потому что если мама не выстроила вот эту дистанцию, не появился авторитет мамы, то потом, конечно, будет тяжелее, тяжелее, тяжелее. Потому что ребёнок будет всё время всё перекладывать на маму. И силы будут заканчиваться. — Надевайте наушники, у нас уже есть звонок. И не дождался нас радиослушатель, перезвоните нам 672-12-93-9, 672-13-93-9. Ну вот, испугался человек. Но у вас ещё есть время под перерыва на новости рекламы. Не откладывайте на последний момент, потому что так часто бывает, что, наконец, у нас звонки, не успеваем мы ответить. — Про роль отца мы тоже, наверное, чуть позже поговорим. Но вот, Сабина, к тебе приходят мамы наверняка не только для того, чтобы помочь своему ребёнку развиваться, как часто ты видишь, что приходит мама для того, чтобы не ребёнку своего как-то развивать и помочь, а для того, чтобы себе помочь. Чтобы вот этот, возможно, час провести не дома с хныкающим, плачущим ребёнком, которому она не может найти подход, не знает ключика, а в компании таких же родителей, которые, возможно, такая же мама сядет и скажет, я тебя понимаю, я тоже спала сегодня 2 часа, всё болит, не могу, не хочу. Ну вот, какой-то способ радоваться и проводить свой досуг находит. — Большинство родителей приходит именно с этой целью. Это родители самых-самых маленьких. У меня младшая группа с 8 месяцев, и завтра начинает новая группа с 4 месяцев, когда мы будем сенсорным развитием больше заниматься. И занятия у нас построены таким образом, что мы час занимаемся, я веду именно педагогическую работу, и ещё час они могут общаться. У меня для этого всё есть. Есть чай, кофе, есть печеньки, есть место, где дети могут самостоятельно играть, я с ними этот час тоже нахожусь. И я отвечаю на вопросы, которые накопились, и мамы могут друг с другом обсудить, и действительно они понимают, что да, на самом деле у них то же самое, я не одна в этой проблеме. И это так здорово, потому что женщина женщине друг. Никто маму так не поймёт, как другая мама с ребёнком такого же возраста. И когда мои детки были маленькие, для меня тоже было огромной поддержкой именно сообщество женщин с детками такого же возраста. И когда у меня родился старший ребёнок, я была совсем-совсем молодой и неопытной мамой, и для меня это было просто великим спасением. Я на каждую встречу ходила, общалась, всё это обсуждали, потому что мне не у кого было спросить. И это на самом деле очень и очень важно. Меняются поколения у тебя, а возраст остаётся. Одни и те же вопросы каждый год, каждый период какой-то. Знаешь, я заметила, что мамы стали осведомлённее. Если раньше, ещё 7 лет назад, когда я начинала, когда я рассказывала про мелкую моторику, для людей это было открытие, о, надо заниматься пальчиковой гимнастикой, это связано с развитием мозга. Сейчас люди уже приходят и говорят, нам нужно развивать речь, поэтому давайте поработаем с мелкой моторикой. Уже понимают, что, зачем, почему. Уже прочитали множество важных книг, и тоже наша ниша тоже не стоит на месте. Постоянно всё развивается. Да, стали более такие вот осведомлённые в этом вопросе. Но в эмоциональном плане всё одно и то же. Почему не спит, почему плачет, я уже устала, когда это всё закончится. Это всё имеет место быть. В общем, уставшие всё-таки родители. Ну, конечно, особенно у мамы годовасиков. Когда они начинают бегать, я заметила, тогда да, тогда особенно усталость накапливается. Пока он младенчик, ещё от мамы очень сильно зависит, тогда как-то у мамы ресурса хватает. А когда он начинает резко бегать в другую сторону, тогда такие худые несчастные мамы с синяками под глазами, которые пытаются за ними бегать, то есть эти вещи, коляски, бутылки, они, правда, устают. Прерваемся мы на новости рекламы и вернёмся после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Разворот». В гостях у нас дошкольный педагог Сабина Бакилина и психолог-сказко-терапевт Ксения Килупа. Добрый день ещё раз. Здравствуйте. Звоните нам, все, кто хочет задать свои вопросы. 672-12-93-9, 672-13-93-9. И в WhatsApp можете нам писать 2306191. Роль мамы, день матери 12 мая, вот-вот уже на этих выходных. Не забудьте поздравить тех, кто, возможно, не вспомнил. Теперь будете помнить, можете заметку сделать в календаре. И говорим мы сегодня, да, о роли матери в жизни ребёнка. Какая должна быть мама – счастливая, утомлённая, самопожертвующая или, наоборот, находящая для себя и своих каких-то дел, и занятий в жизни, свои места. Об этом во всём мы говорим сегодня. И вот в перерыве мы как раз затронули тему идеальной мамы. Что это такое и насколько надо к этому идеалу стремиться. Вот Сабина начала эту тему. Да, такая очень болезненная для всех мам тема «достаточно ли я хорошая мать?». Уже даже не говорят о том, чтобы быть идеальной мамой. Появился термин «достаточно хорошая мать». И теперь каждая мама беспокоится о том, достаточно ли она хороша. Все ли критерии соблюдены. Да, но нет хорошо и нет плохо. Ребёнку нужна счастливая мама, а не какая-то хорошая, идеальная. Это всё не так важно. Поэтому в первую очередь нужно заботиться о себе для того, чтобы маме внутри себя было комфортно. И тогда и ребёнку будет с ней хорошо. Вот как найти комфорт, если, например, маме, чтобы быть счастливой, надо сходить на маникюр. Она знает, что она проведёт два часа наедине с женщиной, поговорит о своём о женском, придёт красивая, а ребёнок в этот момент плачет и не хочет маму отпускать. Он хочет в это время провести с мамой. Мама вроде как идёт для того, чтобы сделать себя более счастливой, но в этот момент её что-то останавливает, и она будет все эти два часа сидеть и думать о том, как её ребёнок плачет, не отпускал её и страдает. Вопрос о доверии другим людям, потому что ребёнок чувствует, если мама спокойно его отпускает, совершенно спокойно. То же самое с детским садиком. Давай в детский сад надо доверять тем людям, кому ты отдаёшь своего ребёнка. Вот внутренне отпустить всё будет хорошо. И ребёнок это тоже почувствует. Ксения, что вы скажете? Ну, конечно, во-первых, и доверие, и важно ребёнка отпускать. Потому что, смотрите, если мы рассматриваем с точки зрения воспитания, то получается, что с рождения до 9 лет перед родителями такая огромная задача – научить ребёнка самостоятельность. И самостоятельность часто сводится к тому, что просто к навыкам самообслуживания. Но это не… то есть понятие самостоятельности – это очень обширный термин. То есть когда ты умеешь и сам себя занять, и принять решение, и понять, что хорошо, что плохо, что мне полезно, что вредно. То есть ребёнок к 9 годам должен этому научиться. Если всё время в поле зрения мама, которая всё за меня решает и всё делает, как мы уже говорили с Сабиной, такие вот мамы идеальные, они настолько создают такие прекрасные условия вообще вокруг, что ребёнок не развивается. То есть ему не нужно преодолевать трудности, ему не нужно преодолевать какие-то свои некрасивые черты характера, как мы называем их болезненный характер. Ну, зачем? Мама же всё сделает. А потом получается, что если, например, ты самостоятельным не стал к 9 годам, а с 9 лет до 21 года уже идёт процесс взросления, взрослым стать очень сложно. И поэтому, если вот, например, даже мама будет об этом задумываться, о том, что вот, да, вот я родила сына, но воспитываю я будущего мужчину. Также я родила дочь, но воспитываю будущую счастливую женщину. И то, что вот я сейчас делаю по отношению к нему, по отношению к ней, и то, что я говорю, это как-то вот сформирует в нём настоящего мужчину, она будет счастливой женщиной. То есть иногда такие моменты, как вот всё время, моя рекомендация родителям, побольше наблюдайте за своими детьми. Тогда у вас и возможность отдохнуть будет, потому что когда мама в суете и начиталась, вот там что-то прочитала, там какая-то информация. Сейчас огромный поток информации, огромный поток информации. Но вся информация о воспитании твоего ребёнка, что ему нужно, только в сердце мамы. То есть никакой специалист, то есть он может дать какие-то рекомендации, но ребёнок приходит к конкретной маме, с конкретными задачами, и у мамы все эти знания есть, только их важно распаковать. Для того, чтобы их распаковать, нужно настроиться на своего внутреннего воспитателя, а для этого наблюдать за ребёнком. Если мы наблюдаем за ребёнком, иногда бывает, что да, там кричат, дом громят, но ты вот просто села и наблюдаешь. И вы даже не представляете, сколько приходит инсайтов, сколько приходит ответов. И тогда появляется вот это вот мудрое, точное слово, не то, что я где-то там сказал, где-то в умной книге прочитал, а точное, мудрое слово от сердца к сердцу. Ребёнок его слышит. Но для этого нужно действительно такую вот привычку добрую выработать, что я сейчас вот наблюдаю за своими детьми. Я расслабляюсь и смотрю с стороны. Но это получается у родителей, Сабина? Вот у тебя практика каждый день. Я с ним работаю. Им тяжело отпустить вот этот вот момент и не поддержать, не помочь, где-то лишним моментом не подвести к правильному решению. Я для этого сейчас стала организовывать ознакомительную встречу, индивидуальную беседу с каждым родителем, который ко мне приходит, где я в течение где-то 40 минут объясняю, зачем это нужно. И тогда совсем по-другому у нас выстраивается наша работа. Когда я этого не делала, это было намного сложнее. Тогда действительно вот эти вот сложности в отношении того, как мама реагирует на ту или иную ситуацию, они у нас были. Теперь у нас у всех единые правила. Они понимают, о чём я, понимают, для чего это нужно. И действительно у нас очень здорово выстраивается работа. Когда встречается несколько матерей со своими детьми, всё равно происходит какое-то сравнение. И какие-то мамы, они могут абстрагироваться, они, ну не знаю, дошли там своей мудростью, или как, что мой ребёнок, он индивидуальный, он такой. Но наверняка найдутся мамы, которые переживают за то, что ребёнок, например, вот там, вот Маша уже различает цвета, а ты ещё нет. Или, ну вот какие-то такие вот моменты, они наверняка встречаются. Это, наверное, было, это не искоренить и будет всегда. Как с этим справляться? Нужно давать родителям информацию о том, что дети все разные. Они очень разные. И можно сравнивать только ребёнка с ним самим вчера и сегодня, рассматривая прогресс. Об этом я тоже всегда говорю, упоминая, что это всё очень, очень и очень индивидуально. Если они говорят об этом слух, не дай бог сравнивают, вот Сашенька говорит, и там моя Машенька ещё не говорит, я очень-очень резко останавливаю, говорю, это, ах, стоп, зато ваша Машенька прекрасно танцует. Обратите внимание, у неё есть такой талант. И мама задумывается, да, точно танцует, значит, этим я могу гордиться. Нужно видеть и плюсы, и способности своего ребёнка. И вот мы помогаем. Ну а насколько часто вот эта вот теория, она доходит всё-таки до родителей? Ведь мы, все мы в голове понимаем, но в какие-то моменты, ну вот человек с таким характером, он не может ничего из них, всё равно продолжает сравнивать. И из-за этого он же, ребёнку-то всё равно, с кем его там сравнили, пока он, да, в какой-то момент ещё не очень понимает. Но это же гложет именно родителей, мам, бабушек, дедушек. Поэтому мы с ними всё время разговариваем, успокаиваем и выравниваем по возможности. Ксения, у вас, вы сказкотерапевт. Это такой, я так понимаю, очень трудоёмкий труд, и это больше для детей или для родителей? На самом деле относительно сказкотерапии очень-очень много мифов, что такие вот сказки, которые читают дети, изначально сказкотерапия вообще была задумана для взрослых, потому что вот автором метода комплектной сказкотерапии является Татьяна Дмитриевна Зинкевича Стегнеева, то есть вот с такой психологической, с научной точки зрения. Он молодой, имеет этому более 20 лет, но испокон веков рассказывали сказки, то есть передавались знания и исцелялись через сказку. Так вот практика показала о том, что когда ты начинаешь с человеком работать через метафору, совершенно другое идёт воздействие, потому что ведь, да, дети читают сказки, но взрослые они смотрят кино, читают детективы, слышают передачи, это тоже всё сказывается, значит, оказывает влияние на твои мироощущения. И, конечно же, сказкотерапевт, независимо от взрослых и детей, он работает с мироощущением человека, с его мыслями, с его чувствами, вот через добрую сказку, через метафору, через былино, через спритчи. То есть получается, что вот мы таким сразу молниеносным образом можем попасть в сердце к человеку. В основном, конечно же, обращаются для детей, но когда приходят взрослые, для них это тоже такой своего рода ресурс и открывает для себя очень много грани, потому что, ну, это миф о том, что сказкотерапевт просто читает сказку. Это один из инструментов, который использует сказкотерапевт. Сейчас мы примем звонок и поговорим чуть-чуть подробнее. Добрый день. Добрый день. Так, не дождался. Сегодня все. Пусты ли, можете нам перезвонить, да. У нас все пугаются. В самый ответственный момент все пугаются. Все пугаются. Вы сказали, что не просто читаете сказки, это особый тембр голоса, особый подход, особая интонация, особые сказки. Да, ну и, конечно же, очень много инструментов, потому что мы рисуем, используем песок, танцуем, сочиняем сказки. Тут очень много инструментов. Но самое главное, это, конечно же, настрой. Это то, что сейчас говорили про маму, про идеальную маму сравнивать. Это ведь тоже связано с мироощущением мамы, с ее таким узким видением мира. То есть, как бы, если, например, мы тех же взрослых, тех же мам учим тому, что на мир нужно смотреться вот так вот в панораме, да. И когда говорят, ну как же, вот мы же все доктора наук, а он даже девять классов не может закончить. И такая фразочка, что, ну, там, через поколение на детях природа отдыхает. На самом деле это ведь огромное заблуждение. Природа никогда не отдыхает. Даже зимой природа трудится. Если природа хотя бы на месяц начнет остановиться и будет отдыхать, то ничего не будет. Если, например, смотреть панорамно и говорить, ага, вот, например, вот, если вот уже брать не только семью, а уже и род, да, значит, в нашем роду вот уже вот эта вот сила, связанная с умом, с интеллектом, она уже накоплена, ее очень много. И, значит, пришел вот этот ребенок, у которого совершенно другая сила. И если вот уметь вот переключить и смотреть, а с какой силой пришел он, может быть, это какая-то там творческая энергия, может быть, это будет там актер, танцор. То есть вот таким образом родители потихонечку начинают вот выпускать этот, ну да, хорошо, я это принимаю. Он не будет доктором наук, у него будет что-то другое. Но ведь у каждого человека уже свое предназначение, у каждого уже своя задача. И вообще вот этот период от 4 до 9 лет самый важный, когда мы как родители можем увидеть, то есть, а для чего вообще пришел ребенок мой в этот мир? Потому что 4 до 9 лет, если вот, например, мама не в суете и не по книжечкам, то есть вот там да к этому специалисту, вот к этому, вот к этому, вот к этому. Я не против раннего развития, против того, чтобы родители... Получается, что касается моего ребенка, его пути индивидуального, это как-нибудь само собой приложится. Это не приложится. Это будет как вот в этой сказке про мышонка глупого, которому голос мамы стал нехорош. И вот его там к одной тетушке, к другой тетушке, это современные мамы. Вот сюда отдали, сюда отдали. А голос мамы он совсем не слышит. А если я не слышу голос мамы, то буду ли я потом слышать свой голос? Нет. Ну и мы знаем исход этой сказки. Мышку съели. Так ведь к тому, что нам такое предупреждение, что и ваш ребенок может потом выбрать не свой путь. Может быть, ему нужно вообще быть слесарем, лесником. А вы это пропустили, потому что прочитали, что нужно сейчас его отдать вот туда-туда-туда, научить его таким-то, таким-то, таким-то умением. Но только мама, наблюдая за ребенком, а к чему тянется его душа? А что ему интересно? А что у него лучше всего получается? Сможет ли себя вот получить подсказки, куда его дальше направлять? Потому что когда уже ребенок пойдет в школу, это все может затереться. Потому что уже будет социум, уже рамки другие, уже совершенно другое общение. Потом можно это все потерять. И потом мы в 18 лет приходим на профориентацию, куда бы моего ребенка отправить. Вот у тебя вот даны, блядь, пять удивительных лет, когда ты могла как мама почувствовать это и видеть. Если мама не видит, и от этого тоже чувствует себя несчастной, возможно. Вот я же должна какое-то зерно распределить. Это вот мама, ну вот как мама не видит. Да, конечно, да. Да, как раз таки этим и занимаюсь я. Я говорю о том, как раскрыть потенциал ребенка в раннем возрасте. Я тоже всегда маме говорю, наблюдайте. И для того, чтобы понять, что у него получается, увидеть, надо ему предлагать все возможные виды деятельности. И музыкой немножко, и творчеством немножко, и спортом немножко, и моторикой, и логикой, и вниманием. И наши занятия, они тоже построены по такому принципу, что мы в течение часа проходим через все сферы развития ребенка, по пять-семь минуток затрагивая каждую. И никогда не будет так, чтобы ребенок одинаков, с одинаковым интересом участвовал во всех. Один будет танцевать, но не будет рисовать. Другой будет с радостью собирать пазлы, пока второй бежит и залезает на шведскую стенку в этот момент. И тогда мы к трем годам, наблюдая за ним, можем выявить этот талант. Смотрите, у вас спортсмен, а у вас музыкант, а у вас художник. И таким образом можем вырастить счастливых взрослых, которые будут знать, чем им заниматься в жизни. И это наблюдение, оно и мне очень помогло с дочкой, потому что мы за ней очень много наблюдали. Она у нас чуть ли не по стенам лазала. И теперь у нас растет спортсмен с таким вот закалкой чемпиона. Хотя я, например, совсем не такая. И если бы я пыталась из нее лепить копию себя, то была бы у меня маленькая художница. И сидели бы мы с ней и рисовали где-нибудь в уголочке, потому что я по стенам лазать не люблю. Но я за ней наблюдала и открыла в ней эту способность, отдала ее к строгому тренеру, который мне, например, бы совершенно не подошел. Но он подходит ей, потому что она другая. И осознание того, что ребенок – это не копия тебя. Ребенок – это совсем другая душа, которая пришла с какими-то задачами. Оно очень многое уже дает маме. Пробуем принять еще раз звонок. Не бойтесь, пожалуйста. Мы готовы вас слышать. Добрый день. Что ж такое? 672-12-93-9, 672-13-93-9. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Константин. Немножко посмешила меня ваша тема насчет маникюра мамы. Оставить где-то там, доверять кому-то там ребенка. Особенно учесть, что в Латвии детские сады принимают только с двух лет, а кризис начинается со шестимесячного возраста. Вернее, первый кризис наступает, когда ребенку шесть месяцев. И когда мама в полном раздрае и на ребенка оставить не на кого, и про маникюр она вообще вспоминает только годам к трем ребенка. Ну, допустим, ладно. По поводу образования. Вот в чем разница? Вот нас ни в какие секции не водили. Мы до семи лет по дворах на пустырях гоняли футбольный мяч, устраивали северки в кострах от газовых баллончиков брошенных из подженского лака. И потом поступали в школу в семь лет и построили, отправили людей в космос, построили гигантскую страну. А сейчас дети начинают ходить с пятилетнего возраста английский, французский, немецкий, испанский, китайский. И половина из них не знает первый закон бетона. То есть есть ли смысл вот этого насилия над ребенком до семи летом? Выбирать, кто он, художник, спортсмен, не имеет значения. Семи летом все равно будет тем, кто он есть. Остановление начинается после семи лет. Но к концу десятого класса мы брали интеграл, пользовались логарифмическими линейками, о которых нынешнее поколение вообще не знает ничего. И никак это не отразилось на наших устных способностях по два, по три, по пять высших образований. Где эта грань тщеславия родительского? И как единственное, что правильно было сказано, что дети это не наша копия и наши нереализованные амбиции не должны быть переложены на детей здесь об этом полностью согласен. И по поводу роли государства. То есть вот это мама шестимесячного ребенка, которая с расстрелканными осветоневшими глазами, не спавшая полгода, потому что папа работает, подменить некому. И в Советском Союзе ясли были, где брали детей как раз шестимесячного возраста, чтобы вернуть родителей на рынок труда. У нас двух лет. То есть вот этот период до двухлетнего возраста родители и разводятся, и не участвуют. У нас очень мало времени, можно вас попросить покороче. Какой вопрос? Да, то есть вопрос участия государства, значения вы вообще не обсуждали вот в этом разговоре, о роли государства в родительской жизни. Спасибо. Спасибо. Спасибо за ваше твердое мужское мнение, оно тоже имеет место быть, да, и по поводу того, что мы все выросли, но время было другое, согласитесь, было другое, мы росли на улице, у нас не было компьютеров, телевизоров, я сама прекрасно помню, как мы собирали листики, палочки, придумывали, фантазия просто развивалась прекрасно, с появлением современных технологий мир слегка изменился, когда мультики ребенку показывают уже с того же шестимесячного возраста, увы, да, и тогда приходится заниматься уже другими вещами. По поводу того, что вы сказали, что это насилие над ребенком, я так немножко улыбнулась, это совсем не о том, мы не занимаемся ранним обучением, развитие и обучение это очень разные вещи, да, мы занимаемся в первую очередь тем, чтобы мамам было хорошо, и мы предлагаем ребенку разные виды деятельности и общение со сверстниками в том числе. По поводу бедной мамы, которой некому оставить ребенка, конечно, и детские сады, и ясли до трех лет, любой психолог вам об этом скажет, это не есть хорошо, потому что формируется привязанность, привязанность к родителю, к близкому взрослому, и если выбирать между детским садиком и бабушкой или няней, то лучше выбирать индивидуальное внимание, которое ему могут дать, поэтому пусть лучше это будет бабушка, или даже пусть какая-то соседка, которая готова просто от души посидеть с ребенком, или это может быть подруга, такая же мама, у которой ребенок такого же возраста, и можно договориться, сегодня я с двумя погуляю, пока ты на маникюр сходишь, а завтра ты и тогда, и мы поменяемся, и таким образом... Вот это то, о чем ты говорила, что доверять людям, и не бояться просить помощи. Есть соцняни, у меня коллега работает соцняни, и в таких ситуациях помогает. Государство, да, оно готово поддерживать полутора лет, финансируя частные детские сады, или няни, таким образом, о роли государства мы тоже поговорили, и относительно моих занятий, у меня программа лицензированная, и государство тогда возвращает переплаченный налог в таком случае. У нас был звонок, и нет звонка, и времени совсем мало, все-таки есть. Надевайте наушники, я попрошу очень-очень коротко задать вопрос, потому что у нас буквально минута осталась до конца эфира. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, дозвониться, дозвонились, а говорить не хотят. Тогда уже заканчивать нам надо. Если говорить о сказке, вот я у Ксении хотела спросить, вы так говорили про метафоры, и вот это со сказкой про глупого мышонка очень интересная аналогия. Вот для мамы, которая истощена, и не может найти в себе силы для того, чтобы в первую очередь позаботиться о себе, какую бы вы сказку прочитали, или посоветовали, или по другим углом посмотреть на знакомую уже историю можно было бы. Ну, вообще любые сказки, в которых есть женский сюжет, можно увидеть, что героиня всегда проходит ряд разных сложностей. Но это её не делает слабее, это не будет её в состояние ужаса, раздраива, наоборот, даёт ей силы и возможности идти вперёд. И получается так, что ведь у женщины очень много помощников, очень много, и видимых, и невидимых. Главное, чтобы женщина была открыта, открыта к помощи. Потому что, если женщина открыта к помощи, то помощь, она и придёт. И то, что когда вот говорят, что вот мама такая замученная, всё сразу вопрос к этой маме. Да, ведь есть у кого по пять детей, по шесть, по девять детей, как эта мама? Всё зависит от того, насколько вот, как я уже говорила изначально, что эта женщина настолько сливается с ролью мамы и вообще забывает о том, что она ещё женщина, она ещё жена, она ещё подруга. Как бы очень важно вовремя остановиться и дать себе вот эту паузу. И как вот я всегда говорю о том, что дорогие родители, дорогие мамы, берегите своё сердце. Для того, чтобы беречь своё сердце, нужно понимать, а что меня радует, что моему сердцу приносит радость. Это может быть просто ароматное кофе, это может быть беседа с приятной подругой, это может быть прогулка по лесу. Пожалуйста, себя этого не лишать. Это кажется мелочью, это в следующем году, это там, это потом, 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 и потом и накапливается эта усталость. Не впадайте в это состояние обыдлённости, когда я всё на себе тащу, ко мне даже никто подходить не хочет, потому что я сразу вы скажу, что я об этом думаю. Любая сказка, вообще, я вообще рекомендую женщинам читать сказки, потому что они обладают таким невероятным ресурсом и таким медитативным эффектом, потому что ты вот успокаиваешься твой ум, ты начинаешь на уровне сердца получать информацию из сказок. Сабина, из твоего опыта может быть такой, не знаю, три экспресс способа расслабиться, получить удовольствие быстро-быстро для того, чтобы прийти в себя и день хорошо провести. Знаете, как надо закрыть глазки, успокоиться и задать себе вопрос, если бы не было такого понятия, как время и деньги, чем бы я занималась? Ну вот, просто честно ответить себе на этот вопрос. И я для себя нашла, что для меня это рисование, для кого-то это будет спорт, для кого-то это будет прогулка. И это не всегда должно стоить денег. На самом деле, можно себя порадовать очень простыми вещами. Горячие ванны, чашечкой чая. И есть такая притча о счастливой маме, которая закрылась в комнате и ела тортик. И дети пришли, что, что ты тут делаешь, мать, я делаю вам счастливую маму. Да, и у каждой это счастье свое, поэтому тут нет универсальных советов. Не пренебрегать помощью и искать эту помощь, искать поддержку в виде других женщин. Да, строить гармоничное отношение с окружающими людьми, быть собой и себя любить в первую очередь. Тогда и ребенок будет счастлив. Спасибо. Делайте своим детям счастливую мать, а дети, я думаю, что сегодня лишний повод позвонить и спросить, что сделать, мамочка, для тебя, чтобы ты была чуточку счастливее. Дошкольный педагог, руководитель семейного клуба Сабина Бакилина и психолог, сказкотерапевт Ксения Килопа были у нас в студии. Спасибо большое, всего хорошего. До свидания. До свидания. Продолжение следует...